Цукерки есть. Реквизит доктора Питки. Раз в неделю эти молодые люди собираются в детской клинике. Кто-то отпрашивается в институте, кто-то на работе. Ради того, чтобы принести радость пациентам. Деньги за это не берут. Более того, волонтеры за свой счет шьют костюмы и покупают сладости. У них свой рецепт хорошего настроения. Посмехаться семь раз на день по півтора година. У вас все тут має боліти. Это очень хороший лік терапевтичный и для здоровья, и для молодости, и для всего. Усмешка расслаблює, усмешка снимает напрямую. Когда людина чи дитина посміхается, то кровь лучше циркулює, дихання наповнює кровь киснем. Медики подтверждают, смехотерапія для детей иногда лучшее лекарство. В больницах с нетерпением ждут, когда в дверь постучит клоун. А хто у нас там споється? Привет! Пятилетняя Софийка лежит под капельницей. У неё высокая температура. Бабушка ни на минуту не отходит от девочки, которой откровенно не до смеха. При виде клоуна малышка насторожилась в ожидании очередного укола или болезненной процедуры. Но несколько фокусов плюс подарок, и маленькая пациентка улыбнулась впервые за два дня. Ух ты! А ну мені кінь тепер жовтенький. Там папа. Папа! Папа, малесенька. Есть чем позабавить и старших пациентов. Чтобы подростки не скучали, волонтёры берут специальные уроки профессиональных фокусников. Всі микробы, всі микробы. І викинем хворі, і клоуни. А этих девочек клоуны встретили в коридоре. Чтобы дочки хоть на время забыли о болезні, мама решила вывезти їх на прогулку. Но по-настоящему радоваться деток заставил доктор Ромашко. Мені особливо важко, тому що в мене троє їх. Вони постійно хочуть до себе багато уваги. В лікарні треба одній кольчик, другий зробити капельницю. Ясна річ, що в такому середовищі ти напосміхатися не дуже тобі буде. Светлана Ваврищук, Владимир Лежвинський. События. Львов.